В Новополоцке уже устали бороться с бесправниками и взялись за них основательно. На часах 10 утра служебный автомобиль остановился на объездной дороге по улице Блохина. Это основательная проверка. Под особым контролем новополочане без прав на вождение и нетрезвые водители. Во время повседневного несения службы сотрудниками госавтоинспекции уделяется пристальное внимание по отстранению от управления транспортными средствами такой категории участников дорожного движения, как бесправники. Однако в период с 11 февраля данный вопрос находится на особом контроле сотрудников госавтоинспекции. Те, кто берется управлять транспортным средством, не имея для этого прав, могут уже сейчас готовить кошелек. Так, те, кто садится за руль, будучи лишенным прав на вождение или не имея, их вовсе накажут штрафом от 5 до 20 базовых. Повторное совершение правонарушения обойдется в более круглую сумму от 20 до 50 базовых величин. На транспортное средство, на котором было совершено административное правонарушение, налагается арест как по части первой, так и по части второй за повторное правонарушение. Никак не дойду до автошколы, ехал оказать срочную помощь другу, сел за руль всего на 5 минут. Сотрудники ДТС Новополоцка за годы работы слышали многое. Зачастую встречаются отговорки лиц, которые не имеют права управления, а управляют транспортным средством. Это то, забыл водительское удостоверение дома. Иногда бывали случаи, что когда два брата близнеца, тогда да, трудновато немножко определить, что действительно кто-то из братьев не имеет права управления. С начала текущего года к административной ответственности первично привлечено 15 лиц. 7 лиц за вторичное нарушение. Как оказалось, в вопросе бесправников категоричны не только сотрудники Новополоцкой дорожно-транспортной службы, но и жители города. Новополучане говорят, перед тем, как сесть в машину, о наличии прав у водителя спрашивают. Конечно спрашиваю. Не безразлично, с кем ездить. Машина – это, прежде всего, средство повышенной опасности. Я сажусь со знакомыми людьми, которые, ну, как бы, либо на такси, там, автобус. Ну, если знакомый, я буду знать, что у него есть права. Я обычно, ну, в курсе дела буду. А если все-таки он вам не сказал? Ну, наверное, спрошу. Потому что это безопасно для меня первого-наперого. Вот. Поэтому поинтересуюсь. Усиленная охота на новополоцких бесправников продолжается. Игнорировать закон или нет, по сути, личное дело каждого. Только всякий раз, садясь за руль в нетрезвом состоянии или не имея прав на вождение, стоит подумать не только о сумме штрафа, но и о тех, кто по стечению обстоятельств окажется рядом. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ.